Не смотрите, что я такая загорелая, это мы ходили на теплоходе по Волге, снимали мой новый проект «Россия-матушка». Кострома, плёс, красота, тысячелетняя история России, возвращаешься домой, а дома вооружённый мятеж. И вся тысячелетняя история России вот так в один день, нежданно, ни с того ни с сего, вдруг могла бы пойти прахом. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Вы такое лицо у президента давно видели? Крайний раз. Я вам напомню, что даже когда он объявлял об СВО, такого лица у него не было. Может быть, только вот тогда, когда он промочить сортири говорил, помните? 20 лет назад. Ну, напомните. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня, извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно. А почему такое лицо? И почему у нас у всех было состояние, что это то ли дурной сон, то ли пьяный бред? Потому что нет в мире и не может быть в мире ничего страшнее, чем гражданская война, когда брат на брата. И это прекрасно понимали и те люди, которые в этот момент были в Ростове-на-Дону, когда мы все прочитали «Ростов взят». Что значит «Ростов взят»? Как взят? Кем взят? Киевом? НАТО? Проснувшимся из могилы, выпавшим Гитлером? Кем Ростов взят? Вот что происходило в Ростове, как это описывает наш корреспондент Илья Васюнин, который в этот момент там был. Вагнеровцы напряжены, но уважительны. К съемке относились спокойно. Не дали, правда, снять застрявший танк и гранатомет в кузове пикапа. Политика эта, брат, сам понимаешь. Понимаешь, так не должно происходить. Это неправильно, объясняет мне ростовчанин. Что неправильно, он слух не произносит, но я могу догадываться, что имел в виду. Ужас вед перспективы войны своих со своими. Я сына отправил сегодня в армию, я хочу, чтобы у твоего сына отец жив был, объясняет он вагнеровцу. И от переворота во время войны. Видел вагнеров лет 20 с небольшим. Выглядели растерянными. Блеска в глазах по поводу предполагаемого разговора с Шойгу я у них точно не увидел. После новостей о том, что Лукашенко договорился с Пригожиным, стало похоже на городское патриотическое мероприятие. Фотографировались, гуляли, жали руку Пригожину, когда он уезжал и так далее. Тут уже сложно сказать, чего было больше. Радость от встречи с вагнерами или облегчение, что договорились, переворота не будет и войны в Ростове не будет тоже. Спросил у одного из вагнеров, вокруг которого собрались гуляющие, когда решили на Ростов идти. Он ответил что-то вроде, ну, несколько дней назад. Тут прямо не верю. Весь квартал, где здание штаба ЮВО, оцеплен. Пулеметные точки. Все поделено на сектора обстрела. Над проспектом коптер. На здании штаба бойцы, постоянно мониторяющие ситуацию на проспекте. То есть план действий максимально продуманным выглядел. Ну, а теперь у нас же все-таки аналитическая передача. Теперь немножко аналитики. Несколько версий, что это было. Версия первая, самая распространенная, по крайней мере, среди народа, среди нас. Версия такая, что это все постанова такая. Что это все такой договорняк для того, чтобы отвлечь внимание от фронта и таким образом под Сурдинку что-то поменять в противостоянии украинскому контрнаступлению. Ну, вообще на фронте. Тем более, что ночью приходили новости о нашем наступлении на Харьковском направлении. Дай бог, чтобы все получилось. В общем, вот такая версия. Это так вот заранее договорились. Путин, Пригожин. У этой версии много что работает в поддержку ее. Что вдруг бах, и все рассосалось ни с того ни с сего. И уголовное дело даже отменилось. И никого не преследуют, и никого не арестовывают, не сажают, не убивают, не ликвидируют. И как-то так все за сутки успокоилось. Как будто в этом была цель, как будто нужны были вот эти сутки. Имеет право на жизнь, имеет право на жизнь. Версия вторая. Что это все проделки ЦРУ. Ну, во-первых, ЦРУ такое проделывало в разных странах и неоднократно. Это, собственно, главное, чем они занимаются всю свою историю. Можно ли он в примерах привести. А давайте приведем пример. Гватемала, 1954 год. Операция PB Success с целью свержения президента Хакоба Арминца Гусмана. Успешно. Иран, 1953 год. Операция Ajax с целью свержения Мохаммада Масаддыка. Успешно. Куба, 1961 год. Операция Запада с целью свержения Фиделя Кастро. Безуспешно. Югославия, 2000 год. Бульдозерная революция с целью свержения Слободана Милошевича. Успешно. Венесуэла, 2020 год. Операция Гидеон с целью свержения Николаса Мадура. Безуспешно. Ну, похоже, да? На руку мастера, так сказать, в кавычках. Похоже. Выгодно ли это им? Ну, конечно, выгодно. Выгодно с точки зрения прекращения войны. На Украине, конечно, выгодно. Потому что если бы действительно начались боестолкновения. Понятно же, что все бойцы, все по-настоящему эффективные армейские подразделения сейчас на фронте. Соответственно, чтобы противостоять этой огромной армии в 25 тысяч человек, Вагнера я имею в виду, у которых тяжелая техника, и средства противовоздушные, и вообще обученные бойцы, прошедшие уже войну, чтобы им противостоять, это же нужно еще большие силы привлекать. То есть эти силы отвлекать с фронта. То есть фронт будет оголен. То есть уж, по крайней мере, контрнаступление мы бы проиграли точно. Очень на руку. А там дальше посмотрим, это я сейчас с точки зрения ЦРУ фантазирую. Ну, посмотрим, кого оставить у власти, кого не уставить. Может быть, даже эта точечная операция просто для того, чтобы поддержать контрнаступ, отвлечь силы на этот момент, имеет право на жизнь. Имеет право на жизнь, мне кажется, нет. Версия третья. Просто человек психанул. Про конфликт Пригожина с Шойгу, с руководством Минобороны. Мы все знаем давно. Тоже мне секрет Полишинеля. Сейчас, когда американская разведка так смешно пишет, что они знали, они предупреждали, что существует конфликт. Слушайте, для того, чтобы это знать и предупреждать, достаточно просто иметь телеграм. И вообще, если ты имеешь смартфон, это надо было умудриться этого не знать. Потому что он сам об этом писал, Пригожин. Не припомню, чтобы Шойгу ему отвечал публично, но Пригожин писал об этом бесконечно, и на аудио наговаривал, и какие только слова мы не слышали в адрес Шойгу. Перечислялись причины. Но боеприпасы, вся страна об этом знала. Я выходила на улицу просто в парикмахерскую, в кафе, я не знаю, к Зубному, еще куда-то. Люди подходили на улицу. Ну что, ну объясните нам, почему Пригожину не дают боеприпасы. Потом, ну нельзя сказать, чтобы страна-то вся остальная, особенно после мобилизации, была влюблена в руководство Минобороны. Правда же? Давайте называть вещи своими именами. Мобилизацию мы помним. Это был бардак, безусловно. И что тут скрывать, и греха таить. И бардак ненеобходимый. Потому что, как мы видим сейчас, когда пошла нормальная информационная работа, люди записываются контрактниками в армию тысячами в день. Тысячами в день, слава богу. Если бы была раньше дана отмашка, что товарищи, нам не хватает бойцов, давайте проведем кампанию по разъяснению людям, что это такое, какие выплаты, какие условия, какие соцпакеты, какие льготы. Можно было спокойно обойтись без мобилизации, потому что люди записались бы и так. Но, сказав все это, который раз повторю, бардак – это плохо. Но бардак – это лучше, чем кровавая баня. Безусловно. Именно поэтому люди, простые люди, не откликнулись на призыв присоединяться к вагнеровцам и присоединяться к вооруженному мятежу. Ну, потому что люди у нас гораздо умнее, чем думают о них некоторые западные аналитики. И люди у нас опытные, и много чего в наших жизнях всех бывало. И они понимают, что бардак – это лучше, чем кровавая баня. Психанул? Мог психануть. Мог психануть. Ну, справедливости ради, Пригожин много времени лично сам проводил на СВО. Мы все видели. Тоже эти кадры. Он воюет не первый год, потому что он же занимался, вы знаете, и другими операциями до СВО. И, конечно, у людей, которые возвращаются из зоны боевых действий, тоже не секрет, меняется психотип. И меняется психологическое состояние. Имеет право версия на существование? Мне кажется, имеет. И версия четвертая. Это была заранее спланированная операция по классическому госперевороту, классическому захвату власти в стране. Причины, почему человеку вдруг захотелось или не вдруг, может быть, давно хотелось захватить власть в стране, любому человеку, который на это идет, могут быть разными. Потому что он почувствовал угрозу своей безопасности или угрозу своим интересам, ну или просто такие амбиции, может быть, были с самого начала. Этого никто не знает, и никто никогда не узнает. Но как складывается этот пазл? Все работало долгие-долгие месяцы на рост популярности Вагнера и лично Пригожина. Во-первых, Пригожин умеет обращаться с медийкой примерно на тысячу голов выше, чем это делает Миноборона. Это безусловно. И в личном качестве, все его ироничные комментарии, и в распространении этой медийной активности, это же все правда. Таким образом, в какой-то момент все пришло к тому, что население массово, значительное количество людей поддерживало Пригожиной, в том числе в этом противостоянии с Шойгу. Наверное, мы не проводили соцопросы, я не берусь никогда утверждать так вот голословно, но по ощущениям значительнейшее число граждан, которые были вовлечены информационно в эту повестку, они поддерживали Пригожина, что, конечно, не могло его не вдохновлять. И дальше план какой? Выходим, идем на Ростов, по дороге присоединяются еще люди, поддерживающие, записываются в ЧВК Вагнер, вписываются в этот вооруженный мятеж. И это уже такое преддверие гражданской войны. Идем дальше, все больше и больше присоединяются массы народа. Пока доходим до Москвы, это уже такое море разливанное, которое остановить можно, только начав полноценную гражданскую войну на годы, как вот в 1918-м она началась. Ну, то есть, тяжелую, абсолютно разрушительную такую историю, на которую Путин никогда бы не пошел. Правда же? Зная Путина, Пригожин знает Путина много лет, ну и мы знаем своего президента, 20 лет уже с лишним все-таки с ним, вряд ли бы он пошел на такое. Наверное, он выбрал бы как-то договориться, как-то утихомириться, если условием договоренности было бы сменить руководство Минобороны и поставить в углове самого Пригожина. Ну, наверное, план был такой, что вот это и должно произойти. А дальше, представьте себе, Пригожин в углове Минобороны, президент на своем месте, естественно, потому что было сказано, что это все не против президента, не против страны, не против СОО. И мы приближаемся к выборам. Популярность Вагнера все это время растет, естественно, потому что теперь уже победы, которые будут на фронте, они, слава тебе Господи, будут, они озарены светом Вагнера, если он во главе Минобороны. И дальше мы подходим к выборам, и Пригожин баллотируется в президенты и, как может быть ему казалось, переигрывает Путина, потому что вот у него такая популярность, а на Путина отбрасывает тень вся вот эта ситуация, которая случилась, и нелюбовь у многих к Шойгу, и бардак мобилизации, и все остальное. Это я не говорю, что так есть, еще раз. Я говорю, что вероятно, такой был план, может быть, как одна из версий. Имеет право такая версия на существование? Наверное, имеет. А теперь, может быть, не самый главный, наверное, интересующий вас, коль скоро вы мои подписчики, вопрос, какой версии придерживаюсь я. А я не скажу, потому что все эти версии именно имеют право на существование. И с одной стороны, они все голословны и бездоказательны, а с другой стороны, каждый из них можно найти доказательства. Вот когда будут найдены доказательства, вот тогда и скажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова